Привет! Лето! Ни повод не быть в курсе того, что происходит вокруг тебя, ведь у новостей нет каникул. С тобой Универ Ньюз и я, Тимур Камалеев. Поехали! Супер сайт для супервуза. У студентов КФУ появится свой, отдельный сайт. Путешествуй без границ, твой вуз дает тебе такую возможность. Лучших экологов Татарстана готовят в КФУ. А как поступить в Институт экологии и природопользования? Казанский университет всегда являлся лидером в области экологического образования в России. Именно здесь в 1969 году была основана первая в СССР кафедра охраны природы. Сейчас Институт экологии и природопользования КФУ является престижным естественно-научным центром. В преддверии приемной кампании КФУ-2016 о преимуществах института рассказал ее директор Светлана Селивановская. В современном мире ни одно производство, ни одно предприятие не обходится без оглядки на окружающую среду. Разработка планов работ по защите окружающей среды, а также контроль за их проведением – все это задачи эколога. И одних из лучших специалистов в этой области в республике готовят в Казанском федеральном. Институт экологии и природопользования входит в число лидеров университета относительно трудоустройства выпускников по специальности. Работу находят абсолютное большинство, причем как на предприятиях, так и на государственных должностях. Первый заместитель министра экологии и природных ресурсов в республике Татарстан Рустем Камалов тоже выпускник этого института. Очень много наших выпускников работают в фирмах и организациях, занятых разработкой природоохранных документов, которые должны иметь сейчас все предприятия, организации и так далее. То есть очень хорошо устраиваются на работу. Возможности для будущего трудоустройства открываются еще во время учебы. Институт дает студентам большой выбор мест для прохождения производственной практики. Либо мы им рекомендуем, куда они могут пойти, либо они находят эти места сами. Что хорошо, то что после этой практики ребята очень часто идут туда работать, потому что они как бы демонстрируют свои знания. Специалисты говорят, да, это хорошо и приглашают их на работу. Институт экологии и природопользования активно развивает и научное направление. На базе учебного подразделения действуют несколько открытых лабораторий, а своими знаниями со студентами делятся приглашенные профессора из самых выдающихся вузов мира. Подробнее про поступление в институт можно узнать на главном сайте КФУ. Светлана Селивановская призвала абитуриентов не бояться изначально высоких цифр конкурса на место. Ведь нужно учитывать особенности правил приема, когда каждый конкурсант может подать документы в один вуз сразу на три направления подготовки. Так что шанс поступить и получить престижную профессию есть у каждого. Диана Авакян, Универньюз. Фекла Толстая, российская журналистка, радио-телеведущая, режиссер и, что самое интересное, праправнучка Льва Николаевича Толстого, приехала на конференцию в Елабужский институт КФУ. Подробности в следующем сюжете. Елабужский институт КФУ. Журналист – это не пиарщик, это разные вещи. Журналист должен нести, понимать, что он делает, нести ответственность за то, что он делает, иметь свою линию. Журналист не должен врать, а прежде всего перед самим собой. И журналисту должно быть интересно. Тогда будет интересно читателям и зрителям. Основной же темой встречи стала презентация нескольких интерактивных архивных проектов, созданной творческой группой под руководством Феклы Толстой, которая, к удивлению многих присутствующих, оказалась не только яркой журналисткой, но и многогранной, увлеченной личностью. Весь Толстой в один клик, живые страницы. На портале толстой.ру сегодня каждый может бесплатно скачать все, включая самые редкие произведения писателя и читать их на своих мобильных устройствах. Сегодняшнее выступление Феклы Толстой наглядным образом, прекрасно продемонстрировало, как сегодня надо работать с классикой. Это и программирование, это и история, это и музейная работа, это архивная работа, это компьютерная прикладная лингвистика, это чистое литератроведение, это теоретическая лингвистика и так далее, и так далее. Нам хотелось постоянно аплодировать, потому что на самом деле воплотилось в жизнь то, что мы хотели сделать сами по сути. Мы просто не знали, как. Это же структурировать все надо. Такая огромная, колоссальная работа. Огромное им спасибо, огромное спасибо разработчикам. Я не знаю, теперь надо побольше книг вот так же структурировать, чтобы привлекать школьников к чтению, привлекать студентов к чтению. В завершении встречи гостья услышала искренние слова признательности за свой труд от участников встречи и с удовольствием ответила на их вопросы. Аделя Валеева, Екатерина Сайбель, Денис Сипайлов, Универньюз. А сейчас самые интересные, яркие и неожиданные новости в рубрике Веб-Ньюз. Российская социальная сеть ВКонтакте начала принудительное переключение своих пользователей на обновленный дизайн сайта. В данный момент 10% случайно выбранным пользователям включается RayDesign. Это начало массового перевода всех пользователей ВК на него. Казанский федеральный университет посетила делегацию университета Кимчхон. Целью визита стало обсуждение возможностей сотрудничества в области академической мобильности для студентов и преподавателей, а также перспектив заключения соглашения о сотрудничестве в области передовых научных исследований. Известная телеведущая, журналист и режиссер Фекла Толстая приехала в Елабугу для участия в международной научно-практической конференции АТИ-2016, проходящей в эти дни на базе Елабужского института КФУ. Наверняка многие из вас заметили, что около полугода назад портал университета существенно поменял свой облик. Так вот, на этом изменения не закончатся. Очередное преображение ждет нас уже в ближайшие дни. Более подробно об этом в нашем сюжете. Университетский сайт, или как его сейчас модно называть, портал, одна из визитных карточек любого вуза. И если человека встречает по одежке, то знакомство с университетами многие начинают именно со страниц их сайтов. Именно поэтому осенью 2015 в Казанском федеральном запустили глобальный проект Суперсайт КФУ. И изменения, которые произошли с сайтом университета в январе этого года, лишь первый этап. В рамках проекта группы разработчиков должны быть созданы 13 сайтов для КФУ. Мы отходим от принципа «один сайт для всех». То есть в связи с тем, что с точки зрения навигации и удобства для пользователей, невозможно структурировать больше одного миллиона страниц, которые представляет сейчас наш сайт. Опыт и практика других вузов, в том числе и иностранных крупных, показывает, что надо для каждой целевой аудитории или для каждого функционала разрабатывать свой персональный интернет-площадку. Уже готовы к запуску и второе обновление. Оно коснется раздела «Студенты». Как уже было отмечено, теперь этот раздел будет представлять из себя полноценный сайт. И такое перевоплощение откроет перед студентами Казанского федерального новые возможности. Мы очень сильно расширили сервис расписания. То есть помимо того, что сейчас можно посмотреть свое расписание, можно посмотреть расписание и преподавателей, и других студентов. Например, если у вас приятель где-то учится, школьный приятель, например, вам кого-то надо найти, то, естественно, в этом расписании вы можете найти самую главную разработку в этом сервисе, по моему мнению, это поиск аудитории. Не секрет, что когда у нас приходят наши первокурсники, они с трудом могут понять, что где находится. Кстати, в работе над проектом «Суперсайт КФУ» задействованы и студенты. И шанс показать себя как отличного программиста они используют на 100%. Мы постоянно участвовали в процессе, говорили, что будет интересно конкретно студентам, что нам не хватало в процессе обучения, какой информации, чтобы человек или студент, аспирант, который зашел на сайт КФУ, там остался, ему там понравилось, было интересно. И самое главное, чтобы он был полезен, и каждый студент нашел для себя ту именно информацию, за которую он заходил на этот сайт. А это очень было сложно сделать. В следующем после сайта для студентов этапом должны стать сайты для музеев КФУ и абитуриентов. А полностью все работы над порталом КФУ закончатся в 2017 году. И разработчики обещают, что это будет самый настоящий суперсайт. Александр Александров, Роман Самарин, Универньюз. Любишь путешествовать, но не всегда есть возможность? Тогда следующая информация для тебя. Казанский федеральный предоставляет своим студентам множество программ обучения по обмену. Подробнее смотри в следующем сюжете. Казанский федеральный университет сотрудничает с многими университетами мира, имеет тесные связи с ведущими научными центрами. Поэтому у студентов КФУ есть хорошие возможности не только получить качественное образование, но и увидеть мир, найти полезные знакомства и узнать, какова студенческая жизнь в других университетах мира. В рамках Казанского университета действует учебная программа обмена Mobility Direct. Азат Кашапов – один из тех студентов, которые получили бесценный опыт благодаря этой программе. На протяжении одного семестра он учился в Лодзинском университете в Польше. Помимо учебы, у него была возможность посетить соседние города, а самые яркие и интересные места он записывал на видео. Сзади меня как раз таки располагается эта главная площадь города Вротслав. Также одна имена с главной площадью Кракова называется Рынок. Буквально сзади меня вы можете видеть здание очень красивое. Оно называется Вротславс Центр Таун Холл. Здесь Польша. Я, получается, путешествовал по самой Польше. Могу назвать эту страну одной из самых красивых в Восточной Европе, да и в Европе в принципе. То есть она, эта страна очень комфортабельна для жилья, для путешествий в принципе. То есть полет там очень дешевый. Я поездил по всей Польше, я слетал в Норвегию, в Осло, я съездил в Прагу, в Чехию, в Бурно. То есть, да, я смог путешествовать. Это было тоже одной из тех замечательных сторон этого международного обмена. Стоит ли говорить о том, что Азад, пребывая в Польше 4 месяца, не только приобрел бесценные знания, но и нашел множество друзей? Программа, конечно же, на первую очередь образовательная. То есть я получил те знания, которые я хотел получить, но во вторую очередь я получил знакомство тех людей, я бы называл этих людей маленькой семьей, с которыми, вот иностранные студенты, да, именно, с которыми я даже сейчас поддерживаю отношения. Мы вот собираемся поехать друг к другу в гости. Азад Кашапа в полной мере смог ощутить студенческую жизнь Польши. Важно то, что у каждого студента есть возможность путешествовать, учиться, узнавать культуры и народы. Отдели Валеева, Руслан Урозаев, Универньюз. Ну, вот и все на сегодня. Отличные сессии и до скорой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok